Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Сегодня я хочу кратко поведать вам об одном довольно интересном животном из вселенной Звёздных Войн, о котором на самом деле известно довольно мало, но которое позволяет нам ещё больше узнать о его владельце, мастере Йоди. Данным животным является безымянный кибук, невысокий, козлоподобный, милый зверь, ставший любимым питомцем и самым большим другом Грандмастера Ордена Джедаев. Ну а прежде чем мы перейдём к основной части нашего видео, я хочу порекомендовать тебе канал Войтома, на котором ты найдёшь много интересных роликов, таких как, например, как бы выглядели знаменитости в виде супергероев, как должны выглядеть Стражи Галактики на самом деле и многое-многое другое. Подписывайся по ссылке в описании, не пожалеешь. Ну а мы начинаем! Родиной большинства представителей расы Кибука были равнин региона Вулварикка, степи которого были домом для множества различных животных, которые были одомашнены расой Вуки. Однажды Грандмастер Йода спас жизнь одной из местных волосатых принцесс, семья которой стала снабжать зеленокожего мастера-джедая ездовыми животными в случае необходимости. Всего за свою жизнь Йода имел в распоряжении более 30 кибуков, но самым, наверное, знаменитым из них был безымянный кибук, появлявшийся в мультсериале «Звездные войны. Войны клонов» 2003 года выпуска. Поддерживая свою репутацию аскетичного джедая, Йода никогда и не думал использовать данных парнокопытных животных в коммерческих целях, считая себя не их хозяином, а их другом. Пожилого джедая очень часто можно было заметить ухаживающим за своими кибуками, из которых большинство, скорее всего, не имело имен, поскольку Йода считал, что имя им не требовалось. Как правило, Вуки не использовали кибуков в качестве ездовых животных, ввиду их малого размера. Впрочем, в случае с Мастером Йодой размер ездока был совершенно не помехой, и поэтому неудивительно, что зеленокожий джедай очень часто использовал данного зверя как некий аналог ездовой лошади. Отличаясь куда большим умом, чем их далекие сородичи, таунтауны, кибуки зачастую показывали себя в качестве очень смелых и преданных животных и, что немаловажно, их дрессировка была очень успешной, что мы и можем видеть в сериале «Войны клонов», когда кибук самостоятельно пошёл к себе домой, в сады храма джедаев без какого-либо сопровождающего. Вообще, конечно, кибук мог принять участие и непосредственно в боевых действиях, и нет никаких сомнений, что его боевая подготовка была на достаточном уровне, чтобы не бояться дроидов и верно служить своему хозяину даже в самых ожесточённых условиях. Но, как правило, Йода предпочитал отдать своему кибуку команду уйти в безопасное место на время боя, помятуя о страшной судьбе одного из предшественников данного кибука, который был жестоко убит жестоким тирантотеком на планете Корребан. Мы не знаем, что произошло с милашкой кибуком после событий третьего эпизода и сделал ли из Люка Вейдер шашлык из данного зверя, но мы точно можем сказать, что род кибуков не закончился на нём, и впоследствии представители данного вида будут одними из самых популярных экспонатов на Корусантской выставке зверей. А что вы думаете по поводу данного зверя? Оставляйте своё мнение в комментариях. Если видео тебе понравилось, то не забудь, пожалуйста, поставить лайк, ну и, конечно, подписаться, если ты хочешь изучать ещё больше и узнать ещё больше о Звёздных войнах, и стать, конечно же, настоящим Звёздным воином. Куда уж без этого. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на своих стримах. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда.